И завершает наш выпуск традиционная рубрика новости Росатома. Первый энергоблок Кольский АЭС готов перейти в разряд реакторов долгожителей. Сейчас на нем ведутся работы по восстановительному отжигу корпуса. Принцип действия этой 26-тонной нагревательной установки сравним с сушилкой для обуви. Вот только результат их работы несоизмерим. Одна просто сушит сапоги и ботинки, другая позволит продлить ресурс работы ядерного реактора первого энергоблока Кольский АЭС на срок до 30 лет. Эта печь, состоящая из сборки нагревательных элементов на остове из нержавеющей стали, единственная в мире. С помощью нее проводят процедуру отжига корпуса реактора, точнее одного из его сварных швов. Отжигаем мы только один сварный шов, который находится непосредственно в районе активной зоны корпуса реактора. То есть рядом с топом. Больше всего подвергнут облучению. Под действием облучения металл становится хрупким. Пластичность ему возвращает термообработка в определенном режиме. Корпус сначала медленно нагревают, не более чем на 20 градусов в час. Атомный ремонт казанцев. Вышли на режим 475 градусов, мощность 800 киловатт. При такой температуре корпус должен оставаться в течение 150 часов. Затем его следует также медленно охладить. Процедура отжига – своего рода рецепт долголетия для ядерного реактора. Технология, разработанная еще в прошлом веке, до сих пор считается уникальной. В последние годы силами специалистов Росатома нагревательная установка для отжига реакторов типа ВВР-440 была усовершенствована. Разделена на модули для удобства перевозки и оснащена автоматикой. Это позволило сократить сроки проведения процедуры отжига почти в три раза. Процесс отжиг стал более эффективным за счет того, что применено новое оборудование, которое позволяет фиксировать более точную температуру. Проблема продления срока службы ядерных реакторов актуальна во всем мире, ведь их модернизация гораздо дешевле строительства нового энергоблока. В Росатоме работа над решением этой задачи ведется постоянно. И сегодня уже есть опытный образец установки для отжига корпусов более мощных реакторов ВВР-1000. Их будут нагревать до более высоких температур и термообработке подвергнутся не только сварные соединения, но и часть металла самого корпуса. Первое опробование новой печи запланировано на Балаковской АЭС уже в 2018 году.